Встреча с реваншом американского доллара Встреча с реваншом американского доллара Встреча с реваншом американского доллара он рано или поздно куда-то пробивается так что мы увидим с вами может быть уже на этой неделе данное событие и сейчас поговорим о том от чего в принципе это зависит да или нет будет или не будет давайте посмотрим на основные пары в первую очередь я бы наверное начал с фунт доллара постольку поскольку именно в паре с британским фунтом можно говорить здесь о о том что движение происходит наиболее логично по понятным причинам что здесь на самом деле происходит во первых на прошлой неделе было три последовательных новости которые подкосили фунт сначала данные по инфляции они вышли заведомо существенно ниже не только ожиданий но и нарисовались такие горки на инфляционных графиках загибающиеся вниз если брать инфляцию по месяцам и вот результате до от фунта часть инвесторов отвернулась буквально на следующий день в процессе были еще данные уже менее существенные но тоже важные там по продажам и фунт вторую так сказать волну вот это вот падение приготовил но задержал и вот тут был интересный момент собственно когда в течение дня среды цены приподнимались снова к сопротивлением спускались и довольно долго буквально до вечера американской сессии никуда не шли и в данном случае подтолкнул фунт как вы уже знаете председатель банка англии карни который совершенно дал такую четкую конкретную информацию по сути сигнал о том что может быть задержан процесс подъема ставок то есть если до этого месяца раньше буквально он говорил что подъем ставок может состояться раньше чем этого вы ждете раньше чем ждут рынке то сейчас он сказал что как раз это может быть отложено связи все таки с определенными моментами круто негатива связано с брэкзитом то есть будет брэкзит давлеет вот это вот фраза вот это послание было достаточно четкая и также второе что он сказал что инфляция она в большей степени связано все таки с каким-то внешним фоном чем с ростом заработных плат чем тоже немало как бы рынке огорчил аналогичную по сути вещь аналогичную по сути вещь не только в британц произошла которая вызвала такое падение но и в канадском долларе там также комментарии от банка канады от головы банка полоза они подкосили также позиции канадского доллара и вот мы собственно видели как фунт вечером в четверг он устремился ментально фактически вниз и дальше он проследователь начал пробивать специально здесь я оставил все возможные нарисованы интересные границы максимумы начала апреля затем поддержки этого же времени затем наклонную косую здесь довольно таки красивую линию которая отложена была на размер бывшего канала то есть приблизительно движение там где могут стопориться действительно движение там закончилась пятница но продолжилось в понедельник все что связано со ставками процентами это весьма чувствительно и особенно для британской валюты особенно для канадской валюты потому что именно в этих двух валютах рынке максимально ждут на самом деле сигналов здесь возможны изменения в политике если про ецб ну более-менее все понятно если про сша тоже более-менее все понятно с их политикой то здесь здесь вот как бы возможно и игры с этим связанные но я напомню что эти это может быть действительно и краткосрочными играми посту поскольку поскольку ну например в четырнадцатом году хорошо помню этот момент потому что тоже был чемпионат мира футбол который вот у нас скоро состоится в россии а в тот момент это было открытие чемпионата по моему 12 или 14 где-то июня и почему запомнилось потому что матч открытия который был 12 ночи по москве бразилия хорватия который хотел посмотреть вот и он совпал с движением рыночным которая конечно увидел уже по сути после матча тут 12 часов ночи по москве ожидает движение от британского фунта и именно было тогда это связано с тем что тот же самый карни он подтолкнул фунт к резкому росту и этот рост вытянул фунт в итоге не за день но за недели полторы примерно на 350 может быть даже 400 пунктов можете посмотреть июнь 14 года достаточно интересно а потом когда вот этот рост весь начал зашкаливать уже и показывать цены существенно выше 1 70 это было давно это было до всех брэкзитов точно также банк англии развернул лыжи в воздухе и начал говорить о том что их не совсем так поняли пожалуй данные не так хороши пожалуй можно со ставкой повременить и так далее так далее вот что-то подобное сейчас происходит поэтому во первых саморазмер движения он может быть оценен да это те же самые размеры от 350 до 500 пунктов оцениваете да и вы второе это все-таки прислушиваться к высказываниям официальных лиц британских которые моментально конечно за неделю не передумают но могут уже на следующей неделе даже после майских праздников задуматься о том а не слишком ли быстро там фунт теряет позиции на данный момент это британии на руку поскольку валюта слишком подросла перебила годовой максимум и вот как раз собственно вскоре после этого ей помогли упасть вот поскольку вот такая динамика может сохраняться посмотрите ближайшие границы коридора но самое ближнее это район 38 70 39 00 они почти уже близко вот на данный момент когда мы записываемся где-то 40 пунктов остается до верхней части коридора и где-то 70 пунктов до нижней вполне туда может при некоторых обстоятельствах фунт спускаться в течение даже дня вот но а в целом да в целом если вот эти уровни сдержат на день на два но затем настроение как бы останется и останется этот запал на рост американского доллара то следующая граница достаточно прозрачна это вот такой вот каналоподобные здесь такой трендообразующий да район вот можно посмотреть это цены чуть ли не 37 40 37 50 это район где фунт побывал в середине февраля то есть но ниже конечно ему дорога по-хорошему вот так вот резко закрыта потому что все помнят эти цены помню как он там долго стоял и мучился и в итоге его оттуда потихоньку выпихнули снова в рост поэтому даже вот дойти до тех цен по-хорошему можно только есть сохранить позитив в целом по доллару от чего зависит позитив по доллару значит но сейчас поговорим но посмотрим как других валют но в канадце вот я собственно в пятницу прошлую давал сигнал здесь тем кто со мной на связи для того чтобы можно было купить и в первую опять же зону уже профита канадец пришел это район 128 35 собственно говоря он достигнута эта цель может быть при некотором опять же до запали по инерции доллара возможно рост выше но что называется уже совершенно не гарантирован цены и так если брать от низов 18 апреля они прошли около 300 пунктов достаточно много на фактически одной и той же статистике которая выходила и на связанных с этой статистикой заявлениях банка канады может быть еще там скажем пунктов 50 70 протянет канадец но на большее так вот резко я бы я скажем данном случае пока не рассчитывал вот и посмотрим собственно говоря что других то парах а в других парах мы видим что вот ну скажем евро доллар евро доллар я не стал даже обновлять графики я взял вот картинку которую с начала года рисует чтобы просто напомнить как вот ходила пара пока в коридоре 122 125 перебивая туда 50 пунктов сюда 50 пунктов так пока что она в этом коридоре находится не будем увлекаться заранее да сейчас это праздновать там победу не медведем если брать по евро да не пытаться заранее там какие-то делать покупки заблаговременно говоря нет ни за что не пройдет но просто будем помнить о том что для позиции на продажу в общем-то это цены не привлекательные если вы смогли заработать на падении надо соблюдать какой-то money management разумный может что-то закрывать да вот но какие-то позиции можно и оставить допустим части объема все-таки в расчете на то что с января коридор держится может быть хотя бы попытка проколоть вот так как это было в конце февраля может быть она все-таки состоится дальше будет зависеть вот смотрите от чего на самом деле мнение расходятся мне не расходятся и вот эксперты я тоже почитал что пишут североамериканские потому что все-таки они поближе к месту развития событий я бы сказал что основных версий почему так доллар укрепляется под другим валютам я имею ввиду не беря внимание понятно почему фунт понятно почему канадец к другим валютам помимо инерции в общем ссылаются на два момента первый да это то что собственно доллар слабел с начала года и в частности перед тем как начал укрепляться тоже ослаб порядка двух недель он медленно-медленно терял вес то есть как бы он был вернул свое отчасти это верно в частности в паре вот с евро доллара он действительно просто вернул свое но есть пары такие как скажем австралийц к доллару есть такие пары как новозеландец к доллару доллар к иене и вот мы видим что скажем австралиец он укрепился точнее к австралийцу доллар сша укрепился сильнее чем до этого росла сама австралийская пара то есть попытка пробоя сейчас происходит нижней границы вот такого коридора восходящего который еще с конца шестнадцатого года формируется вот эта попытка сейчас достаточно существенная заявка да хотя собственно таких вот новостей там по самой австралии каких-то таких вот не туда и нет таких же новостей по самой америке если мы посмотрим на паре доллар иена скажем давайте глянем вот в паре доллар иена здесь тоже да здесь идет пробой вот эти синие две границы это собственно максимума февраля марта апреля и вот сегодня эти цены пробиты там вена имеет возможность при некоторой слабые если инерции подыматься в район 108 70 108 80 а если пойдет движение посильнее то собственно вот здесь минимумы января могут сдержать но эти минимумы если брать по ценам закрытий они постирают вплоть до почти 100 9 то есть на самом деле здесь есть куда тоже при желании расти вот от чего зависит да что инерция это возобладает или нет вторая версия да потому что мне 1 не очень нравится первая версия что он собственно сильно упал поэтому растет растет он сильнее чем падал за предыдущие две недели не надо да поэтому вот если взять серьезно вторая версия она связана самой но сложной для большинства кто анализирует рынке истории это то что происходит с американскими облигациями и с их доходностью почему это вообще важно вы можете посмотреть пока на картиночку и оценить что вот доходность облигаций на недельных графиках она сейчас находится на максимуме и пока перебила точнее г максимум который был феврале марте и естественно значительно выше чем это было там в течение всего семнадцатого года вот это вот доходность выросла почему это в принципе вообще важно и влияет как-то на валютный рынок здесь самое простое на самом деле механизм взаимосвязи таков что покупают доллары для того чтобы покупать на них облигации тоже мало кто держит деньги просто в кэше мало кто держит просто вот ушел там из евро в доллар и сидят доллар это маленькие игроки там частные какие-то инвесторы да но большие фонды они в основном эти доллары стараются вложить но куда либо вложить их фондовый рынок но как мы знаем два дня последних он снижается очевидно что туда не вкладывали до либо выложить их куда в инструменты с фиксированной доходностью то есть наподобие привычных всем депозитов в банках а это в первую очередь для больших инвесторов это гособлигации так вот по этим гособлигациям стали давать сейчас больше дают почти 3 процента вплотную приближается доходность к трем процентам возникает вопрос естественно когда доходность растет то может быть что это вызывает больше интереса но не так все будет просто как кажется на самом деле если мы посмотрим взаимосвязи доходности по облигациям с долларом они не такие вот например смотрите весь период пока доллар слабел это с лета фактически было с прошлого вот пока с лета прошлого доллара слабел наоборот доходности были по облигациям как раз росли то есть надо понимать что доходности на самом деле растут наоборот обычно когда от облигаций что делают избавляются вот почему и растут доходности инвесторы которые согласны или хотят купить бумаги они на аукционах требуют за свои деньги больше годовой доходности это значит спрос на бумаге наоборот ниже это как бы говорит об ослаблении как раз американской валюты мы собственно это и наблюдали с лета вопрос такой смотрите вот маленький был кусочек февраль-март особенно февраль когда пошел обвал сначала на фондовых площадках и инвесторы уходили из фондовых рынков в доллар и уходили в облигации вот важно было что был достигнут некий пик по этим облигациям по доходности не просто что доходности росли это плохо для доллара да а что доходности выросли и начали снижаться вот инвесторов привлекают именно пике когда они чувствуют что выше могут не дать больше они могут не получить годовых процентов в этот момент действительно они прикупали облигации но как видите этот момент прошел и сейчас если брать вот ну и статистику из того что доступно спрос на облигации похоже так и не появился иначе бы доходность не росла соответственно возникает загадка которую сейчас обсуждают вот многие эксперты североамериканские как такая аномалия возможно что растет доходность облигаций при этом фондовые рынки начали снижаться но деньги не перетекают в облигации зато растет доллар в общем здесь много умов ломают голову момент не самый простой но некоторые вещи мы можем посмотреть но в меру то сколько сказать вот того как каждый понимает эту картину я бы вот ну такой посмотрел бы особенность на нее бы обратил внимание возможно возможно что инвесторы ждут на самом деле что здесь формируется такой же печок но они как бы заранее сейчас уходят из активов которые начали снижаться или в потенциале могут снизиться в том числе из других валют в том числе из акции начали некоторых выходить вот несмотря на то что по акциям хорошие выходила статистика хорошая выходила отчетность по очень многим компаниям тем не менее бумаги вот показали пик и начали две последних торговых сессий недели просто они снижались да то есть возможно что люди пока выходит в кэш но не спешат брать облигации они надеются может быть на большую доходность но подозреваю что вот этот печок может наступить с чем эти подозрениях может быть связаны давайте посмотрим эту же картину но в масштабе интродей и вот масштабе интродей как раз некоторые печок начал рисоваться как видите вот 299 почти доходность была и с нее она начала снижаться это момент такой истинный неистину увидим но в течение этой недели я думаю проявит ситуация вот красная линия данную которую вы видите да это первая линия на район 2 95 по доходности которые либо подтвердить что действительно это печок либо цены будут находиться выше и тогда доллар может начать терять популярность может пойти обратное движение далее более важный уровень на самом деле находится 290 почему 290 ну посмотрите достаточно здесь очевидно вот собственно максимумы февраля марта если мы возьмем по закрытиям недель по именно телам свечей то 290 это и есть та самая граница вот до тех пор пока доходности выше 290 доллар может и не как бы не не набирать очки еще сильнее если тем не менее вот сюда перейдет за 290 вниз то совесть вот эта теория наша верна конечно да а на данный момент пока ну самое логичное объяснение того что происходит то именно тогда может вернуться интерес к доллару инвесторы могут думать что собственно пика не получили что здесь еще может эту теорию подкреплять посмотрите если мы возьмем такой же график за последние пять лет то мы увидим что как раз вот на этом уровне где сейчас идет доходность вот она лапкой показываю да она была в начале четырнадцатого года то есть причем картина смотрите она немного похожа здесь также было рост доходности в течение тринадцатого года также был сначала неудачно образованный пик ну то есть на время он вызвал прилив интереса к доллару и к облигациям а затем более высокий пик и достаточно так если по картинке судить неожиданно произошел вот этот обвал вниз если здесь рынки ждут чего-то подобного может быть они готовятся вот собственно эта версия ну и насколько это связано вообще с движениями доллара давайте посмотрим скажем вот такую взаимосвязь возьмем что это у нас тут получается евро доллар да ну я хотел бы показать вам с индексом доллара но к сожалению наверное не сохранил сейчас этого графика вы можете сами при желании посмотреть взаимосвязь следующая да вот тот папе тот период середины тринадцатого года но вообще начался по-хорошему по мелочи с мая месяца тринадцатого а всерьез с лета тринадцатого года когда доходности начали расти что происходило с евро долларом в этот же период он так это плавненько плавненько дорожал и даже перебил на тот момент годовой максимум то есть доллар слабел при росте доходности но когда произошел вот этот разворот то не сильно заставил себя ждать также разворот по евро доллару ну надо сказать что здесь добавила очень сильно масла в огонь конце четырнадцатого года уже политика ецб ецб сделал очень много для того чтобы обвалилась вообще здесь все там они ввели тогда мягкую политику вилет нулевые потом отрицательные процентные ставки поэтому вот сама масштаб обвала он конечно не показателен да но характер движения четко вверх пока доходности росли по облигациям и четко вниз то есть на укрепление доллара когда пошел разворот он довольно хорошо заметен если вы возьмете индекс доллара вы также это можете найти тринадцатый четырнадцатый год соответственно если мы что-то подобное увидим и сейчас ну так сказать да возможно с другой стороны посмотрите еще более долгосрочная картина я специально вывел чтобы не казалось что то и процента годовых это что-то совершенно недостижимое да то есть на данный момент действительно вот он пик четырнадцатого года вот они доходности сейчас но выше в общем-то доходности по облигациям бывали они бывали в десятом году бывали раньше доходили до 4 процентов и более поэтому здесь надо понимать что если признаков разворота не появится то инвесторы которые рассматривают вложение в облигации они будут собственно там на эти условные четыре процента надеяться будет ну там процентной ставки сша подымут из-за подъема процентных ставок может быть доходности все-таки вырастут еще подождем кому вкладываться да это подобно тому как если вот вкладчик в банке он видя что ему сейчас предлагают 7 процентов годовых по рублю он скажет ну вот есть у меня основание ждать что будет там к новому году какие новогодние вклады под 9 подожду к я до нового года не буду глупости делать и вкладывать под низкий процент тем более надо понимать что в общем-то и процента годовых это конечно неплохо для фиксированной доходности в западном мире но не предел мечтаний да люди скажем на фондовом рынке с начала семнадцатого года по тридцать процентов и больше получили и надеются получить еще многие поэтому вот здесь вопрос да вот от того как будет вести себя вот эта мелкая структура которую можем наблюдать на 15 может быть и минутка в часовиках течение недели по доходностям от того какие здесь будут рисоваться картины зависит укрепиться ли доллар еще существенно или рынке снова от него отвернуться вернуться к идее что не зря мы его до этого продавали конечно в этом случае выиграют те валюты которые не имеют других причин для падения евро может вернуться к росту в этом случае может даже японская иена продолжить укрепляться там добить какие-то цели сверху сначала что-нибудь в районе стадии витием даже если повезет выше а потом вернуться снова к укреплению это все еще возможно то есть зависит от того подтвердится ли тренд на рынке облигаций ну и здесь можно также обратить внимание на то что происходит под конец посмотрим с мировыми фондовыми индексами это тоже связано эта зависимость вот посмотрите как интересно вот американский сэнд пи это масштаб дейли и мы видим что вообще-то на прошлой неделе сэнд пи подал прекрасный сигнал к росту то есть он пробил с хорошую такую красивую линию сопротивления державшую весь февраль март акции взлетели вверх все отчетности большинства компаний во всяком случае хорошие все и тем не менее к концу прошлой недели начали бумаги снижаться в можно конечно просто сказать ну да на ожиданиях выросли на факте упали но при этом при всем я бы сказал что немножко несоразмерен вот этот рост тем очень хорошим данным по отчетности которые выходили он бы мог по опыту быть больше и это подсказывает в том числе и анализ других графиков посмотрите что делается в этот период времени с немецким индексом dax преодолев линию канала в аналогичный период он благополучно пробует пройти горизонтальную линию немецкий индекс да вот и в общем здесь благополучно держится никуда сильно не падает посмотрите как итальянский индекс себя ведет итальянский индекс вообще растет несмотря там на некоторые неопределенности с правительством с итальянским да и в общем то вот никаких признаков того что делает американский не происходит поэтому видимое снижение здесь достаточно может быть для многих неожиданное оно связано как раз с попытка выйти в облигации но и посмотрите в часовом масштабе тоже как это выглядит вот если возьмем за последние несколько недель ну скажем за пару недель картинки смотрите да в целом фондовые индексы хорошо росли делали коррекционные движения но плавно тянулись вверх а затем вот две собственно сессии четверга и пятницу довольно таки быстро камнем вниз затем что понедельник начало этой недели это гэп это разрыв связанный наверное с тем что корейцы северные корейцы заявили они готовы завязать с ядерными испытаниями и готовы к встрече собственно с президентом сша трампом это хорошая для фондовых рынков новость но посмотреть как рынке и отыгрывает до разрыв но что потом не спешат они так уж быстро расти да не снова тестируют какие-то минимумы то есть вот порядка на фондовом рынке такого виде массивных покупок не наблюдается в сша при этом на других рынках замечу на том же немецкого рынке посмотрите после этого гэпа до быстренько сходили вниз вот течение утра понедельника и поднялись вот смотрите например австралийский рынок после этого разрыва цены не спускались к низам прошлой неделе он себя чувствует достаточно вольготно здесь вот из всего из этого я бы сделал вывод собственно для чего эти картинки хотел показать что фондовые рынки мировые пожалуй не испытывают сейчас вот той кризисной ситуации чтобы говорить что это какая-то общее ну скажем какой-то общий мировой биржевой кризис не похоже пока то есть какие-то проблемы наметились в росте именно в американском индексе поэтому и делают может быть выводы что наверное это связано вот ну с чем может быть если не с хорошими американскими данными и не с попытками еще поднять ставку вот все-таки похоже что с доходностями облигаций соответственно давайте смотреть от поведения того же индекса s&p зависит если он будет пытаться расти снова то это аргумент не за доллара против доллара в данном контексте то есть он будет пытаться расти это означает что инвесторы готовы вкладывать сюда не очень готовы вкладывать в облигации а это значит что в доллара могут продавать если наоборот фондовые площадки американские по прошествии времени подумав там течение двух или трех дней продают пробитую ранее границу это уровень 2660 2680 по индексу s&p 500 то в этом случае может ускориться именно рост доллара и здесь вот тоже это может послужить важным индикатором для валютного рынка но и я намеренно не уделил почти внимание главному на самом деле событию этой неделе и в заседании европейского центробанка постольку поскольку я просто не очень вижу смысла это сейчас долго обсуждать решительное какое-то до дальнейшему снижению евро или росту евро может сказать только майор драги в четверг он может дать зеленый свет снижение если захочет добавить каких-то обеспокоенностей да точно также он может более уверенный взять тон говоря о том что смягчение заканчивается если его вполне устраивает текущий приток капитала в еврозону в этом случае евро ускорит рост я не хотел бы сейчас заранее гадать куда из коридора 122 125 или у кого того каком направлении майор драги захочет толкнуть рынке в общем-то это в дан тот случай когда абсолютно хозяин барин и это может в том числе зависеть от того какое настроение будет на тот момент на площадках уже и биржевых и по доллару в целом больше шансов больше шансов как показывает практика что лидеры центробанков они в этом случае не мешают движению если она не превышает какие-то разумные пределы а помогают дают возможность заработать одним спекулянтом все эти фонды они как бы там кормятся они у этих же центробанков берут деньги возвращают им потом до позже когда движения состоятся если захотят они могут их притормозить дополнительными высказываниями так или иначе вот судьба евро я думаю на этой неделе в большей степени зависит от ецб все остальные валюты все остальные валюты по большей части от технических движений в коридорах и от силы слабости доллара вот зависимости от всех тех обстоятельств которые мы обсудили собственно говоря удачных вам торгов остается пожелать на эту неделю быть внимательными ко всем моментам о которых мы здесь с вами говорили и придерживаться четко конечно своей торговой стратегии всегда выигрывает запомним не конкретная сделка только до а выигрывать стратегия а